Даня! Съемки приостанавливаются и так далее И кто-то уже шутил в Твиттере по поводу того, что очень скоро мы начнем смотреть в кинотеатрах что-нибудь старенькое Ну, лично я ничего против этого не имею Потому что я бы с удовольствием посмотрел ту же «Матрицу», например, или «Бегущий по лезвию» и так далее То есть это было бы круто Главное, чтобы не индийское кино, как в Советском Союзе, потому что этого добра тоже было очень много Ну что, что-то же есть? Премьеры есть, да, причем они тоже уже были перенесены Во всяком случае, тот, о котором я сейчас собираюсь рассказать Мультфильм, который называется «Тролли. Мировой тур» Ну, вы помните вот эти игрушки-тролли, да? С такими смешными прическами Вот что-то они экранизировали, да, эмодзи экранизировали, компьютерные игры и так далее Вот тролли тоже взяли и экранизировали, придумали какую-то историю Насколько я понимаю, это уже вторая часть Потому что в 2016 году был мультфильм, который просто назывался «Тролли» А здесь, вы знаете, какая-то странная такая тенденция Много мультфильмов, продолжения всевозможные, да? Они почему-то связаны вот с чем-то таким а-ля караоке, да? Обязательно битвы каких-то вот песен, там, еще чего-то Много мультфильмов в последнее время появилось, в последние несколько лет И вот тут тоже речь пойдет о музыкальных направлениях Тебе, как рэперу, Андрею, будет очень, мне кажется, интересно посмотреть Потому что там есть персонаж, который именно этот стиль представляет Вот Мне очень приятно, что есть два человека в жизни, которые меня представляют рэпером Это моя мама и Даня Вот это очень приятно слышать, Даня Слушай, мне приятно находиться в такой компании Я думаю, моей маме тоже Да, значит, в чем, собственно, суть, да? То есть жили-были себе тролли, они пели поп-музыку Им казалось, что ничего другого не существует на свете Потом в какой-то момент они поняли, что есть другие тролли Которые, например, любят классическую музыку Рэп там, да, рок и так далее И вот те самые, которые представляют как раз рок Они считают, что все остальные музыкальные стили Они не имеют права на существование И поэтому надо во что бы то ни стало всех поработить тролли И заставить их слушать рок Знакомая ситуация, да? Мне кажется, в жизни так же примерно происходит И там, мне очень нравится, что там очень смешные герои Их очень здорово озвучили Ну и плюс ко всему, это все нам с вами знакомые имена Это Дима Билан Ну как бы, кто еще будет дублировать, да? Если не поющий, конечно же, должен быть поющий человек Это Виктория Дайнека и это Полина Гагарина И они поют своими голосами, да? Они поют своими голосами, да Не свои песни Ну, не свои песни Во-первых, Дима Билан очень хорошо справился с дубляжем уже в мультфильме «Холодное сердце» Да Это мы все замечательно помним Во-вторых, мне кажется, это просто потрясающая история, когда есть поющие персонажи Мультипликационные Потому что дети, конечно, сразу запоминают Моя дочь, что она уже не первый год поет Эльзу Эльза, отпусти, забудь у нее все Поэтому это просто потрясающая история с троллями, она повторит Но ты не забывай, ты рэпер, ты должен обязательно посмотреть Я думал, ты сейчас скажешь, что ты не забываешь, что ты рэпер, поэтому сбрей бороду и брови Это я пока не готов делать Дочь, а посмотри на этого тролля, да, вот он делает то же самое, что и папа Да и папа, да, а что именно? А имя красит волосы в зеленый Что еще есть? Второй фильм это отечественная комедия Жанн, в общем, достаточно такой, вернее, суть этого фильма достаточно избитая То есть очень часто такое мы уже встречали Это такое вот ограбление с хихоньками и хахоньками, да Вот тут, значит, у нас ситуация такая Молодой и начинающий авантюрист по имени Артем Значит, знакомится с уже таким бывалым авантюристом Феликсом И на пару они решают украсть картину весьма и весьма дорогую У бывшей жены Феликса, которую, кстати, играет Ксения Собчак Да Представляете? Да, уже видно Ну и плюс ко всему там еще вмешивается, появляется девушка В которую этот самый Артем влюбляется А по совместительству девушка оказывается еще и сотрудником полиции Которая ведет охоту вот на того самого Феликса Который весь такой старичок бывалый Вот А это Янковский, да? Да, это Янковский Вот это две знакомые фамилии, если честно Во всем актерском этом составе Это вот Ксения Собчак и Филипп Янковский Вот Ну вообще надежда есть на то, что это будет смешно Ну серьезно Я сейчас боюсь, понимаете, вот как-то гарантировать, что это действительно будет очень интересно И так далее Тем более, что режиссер, который снял этот фильм Он уже отметился такими картинами, как «Временные трудности», помните, как на него наезжали, да? Плюс ко всему у него был еще фильм Я уже сейчас не вспомнил Вот настолько, понимаете Вот такие яркие фильмы Такие яркие фильмы, что даже не вспомнишь название, серьезно Ну вот, имеет смысл на это идти или нет? Ну, не знаю Так, так это уже каждый решает Конечно, конечно Да и тем более в нынешних условиях Возможно, и не сможем мы и ни на это сказать, ни на какой другой Потому что мистер К, он вносит корректив Мы с этого начали Но будем надеяться, что мистер Ф в следующей неделе все-таки сможет подготовить нам добротные рекомендации в количестве трех штук Окей? Окей Давай, пока-пока До встречи Все, пока See you later Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok